всем привет сегодня у нас с вами есть действительно уникальная возможность посмотреть одну из раритетных записей сделанную в 1970 году это основатель стиля основатель направления шотокай-рю шигеру игами он был первым учеником гичана фонакоши и его последователем потом он из шотокана со своими личными наработками создал направление шотокай-рю но я хотел обратить ваше внимание на то как он вообще выполняет все техники в какой низкой глубокой постановке выполняются все блоки удары атаки или нападения то что сегодня мы с вами можем наблюдать современном карате спустя 50 с лишним лет после записи вот этого видео к сожалению уже можно сказать канула в лету почему вот обратите внимание сейчас будет показ ката такаюки шадан это первая начальная ката видите с какой скоростью и с каким пренебрежением к постановке на линии выполняется это ката вот этим человеком обычная простейшая ката и заметьте куда он становится он не становится потом на то же место где он начинал стартовал то есть за те годы к сколько прошло с момента записи этой этой этого видео мы сможем заметить с вами что очень многое изменилось именно в дотошности правил карате современного карате если к примеру вы становитесь в одну точку и начинаете делать допустим тот же самый такаюки шадан то вы обязаны по возвращении на финише оказаться в этой же точке размером 50 сантиметров в этом видео мы с вами убедились в том что не было такого жесткого требования к тому чтобы вернуться именно в исходную точку но это ладно просто я хочу чтобы вы посмотрели на то как тренировались люди 50 с лишним лет назад и сравнили с тем как занимаются люди сегодня вот сейчас посмотрите вот это упражнение на растяжку мышц живота мышц брюшного пресса и позвоночника точно такое же упражнение только в более быстром повторении присутствует в разделе айкидо называется тайзо то есть для установления дыхания развития дыхательной системы и как бы медитация как говорят в движении но в движении не по шагам а именно движение тела движение рук это между прочим интересный видеоматериал показывающий действительно старые очень хорошие техники которых сегодня к сожалению уже нигде не увидишь очень многое упорно ставится на то что нужно выполнять строго по линии нужно выполнять строго по каким-то требованиям указанием рекомендациям инструкциям и вот это вот сегодняшнее карате в сравнении с тем которое вот мы видим с вами на экране 50 с лишним лет назад она в какой-то степени утрирована и она уступает по возможности применения боевых техник вот этому вот что мы видим объясняю почему очень многие из вас смотрят соревнования по карате вкф и там видно как люди передвигаются на татами как они бьют как они наносят удары контратаки блоки я не спорю я не спорю с годами с десятилетиями карате действительно получила больше разнообразных техник и комбинаций за счет компиляции комбинации заимствованных из других направлений но тем не менее при жестких правилах требующих применения только каких-то определенных ударов или блоков в соревнованиях по вкф карате превращается просто напросто говоря ну в обычный боевой спорт а такой боевой спорт на улице действительно применить невозможно в силу ряда очень многих причин таких как например как мне один комментатор сказал что попробуй на лестничном пролете помахать ногами у тебя нифига не получится но все зависит от того с какой стороны вы стоите или стоите выше вашего противника или ниже тут другое дело вот здесь сейчас мы с вами видим применение было показано применение приемов джиу-джитсу заимствованных приемов джиу-джитсу и синтезированных в технику карате то есть в раздел самообороны я я считаю что вот это вот видео которое нам сейчас с вами показывают оно действительно интересно интересно в плане из истории в плане антологии развития боевых искусств потому что ну не каждый же день ты увидишь допустим вот такие вот раритетные записи или какие-то сейчас вот очень много фейковых записей кто-то делает допустим непонятное какое-то видео черно-белое запускает его через сепию или еще как-то накладывает разные фильтры говорит что вот эта вот запись была сделана допустим в 50-е годы какой-то там сенсей или гуру или еще кто-то я скажу со своей стороны что лично мне это видео понравилось тем что есть возможность прикоснуться к истории и увидеть это своими глазами а не допустим с пересказываний или из каких-то непонятных книжек где-то якобы сохраненных или архивных данных вот пожалуйста живая запись этой записи 54 года на данный момент и в этой записи мы видим первого ученика гичина фунакоши создателя стиля вернее создателя направления шотокай рю мастера шигеру игами я думаю что вам это видео понравилось так же как и мне не забудьте подписаться на этот канал поделиться видео с друзьями оставить лайк адекватный комментарий и заходите почаще у нас всегда есть что-то полезное интересное абсолютно для всех возрастов и для всех направлений будь то карате будь то просто прогулки по улице или дыхательная гимнастика всем удачи а а а а Продолжение следует...